Здравствуйте! Я расскажу о проблемах суверенитета России, как они видятся в сегодняшний момент. И вот остановлюсь на этих семи пунктах, которые, несмотря на то, что кажутся пестрыми, в принципе, позволяют на этот вопрос посмотреть более или менее системно. И начну с того, что сегодня утром, когда я включил телевизор, прозвучала на канале ТНТ какой-то передачи типа Comedy Club. Два юмориста исполняли песню о том, как все сложно и как все просто. И меня это сильно порадовало. Поначалу, когда я ее стал впервые слушать, то подумал, вот надо же, дошло до того, что и важнейшие научные термины сложностности стали подвергать осмеянию. Но по содержанию песни понял, что вполне так адекватно, даже такая шутящая КВНовская молодежь, она все воспринимает правильно. По сути, то, о чем мы с вами сегодня будем говорить, оно требует описания вот на такой огромной доске с таким множеством различных формул, решений, выявлений с самосвязи. Вот здесь такая вот картинка, это не что, но и как модель Форестера, модель устройства мира, потому что чем занимается наука? Наука всегда занимается тем, что находится на грани, известного и неизвестного. И любая защита кандидатской или докторской диссертации, это попытка сделать шаг вот в ту зону неизвестности. Изучить то, что было до тебя и сделать хотя бы что-то, которое передвигает границу неведанного куда-то вперед, ввысь вдаль. Но по сути, пространство оно многомерно, мы не всегда знаем, то ли это вперед двигает, то ли вниз, то ли назад и так далее. Так что все очень сложно. А второе, что отличает науку, это все-таки некоторый аппарат, который позволяет выявлять явления мира, законы, закономерности, каким-то образом это рассчитывать, исчислять и каким-то образом интерпретировать. Ошибка возможна на любом из этих этапов. И поэтому то, чем занимается всегда наука, она снижает размерность. То есть из этого множества факторов нам для понимания нужно выбрать то, что существенно, и отсеять то, что несущественно. То, как делает с гранитом любой скульптор, отсекает лишнее, и получается шедевр. Но чаще мы с вами вынуждены быть такой роли, видим одно и то же, а интерпретируем по-разному. Но здесь винить можно только сложность нашей реальности. Это пример того, каким образом совсем недавно проводились расчеты будущих сценариев развития. Они выявили сценарий инерционный, минимизации кризиса, максимизации экономических параметров космоса, сценарий космоса. Таким образом, информационное пространство, так условно говоря, некий глобальный совокупный интернет, определяет сущность явления. Это было независимо до событий в Украине. Поэтому наша задача, хотя бы, вот здесь есть раскрашенные клавиши, одна октава, это то, что мы видим в мире, все остальное мы не видим. Мы не видим ультразвук, мы не видим инфракрасное излучение и массу других вещей, требуется аппаратура, требуется модель и так далее. И часто мы с вами говорим на одном языке всего лишь даже одной клавиши, то есть не пользуемся тем масштабом наших возможностей, которые у нас есть. Мы слышим хуже, чем какая-нибудь птица, нюхаем хуже, чем собака, например, не такие гибкие, как кошка и так далее. То есть в этом плане я бы хотел подчеркнуть определенную граничность нашего восприятия. И на уровне научного языка тоже давно определено Юлию Пригожиным, что мир слишком сложен, чтобы выразить его на одном языке. И требуется минимум пять разных описаний, пять разных представлений, чтобы более-менее приблизиться к адекватному восприятию. Недавно мы закончили документ, который называется «Доклад Римскому клубу», который называется «Сплетенный мир, кошка перевернулась». Это наш такой доклад Римскому клубу, коллектива авторов. И мы там попытались коснуться тематик, которые сейчас популярны. Есть и «зеленая повестка», есть всевозможные геополитические представления и так далее. И стало ясно после довольно тщательного анализа, что, собственно говоря, все гораздо интереснее и гораздо сложнее. Потому что тот кризис, который мы испытываем в новостных потоках, он вообще не самый главный. Принципиален кризис фазовый. Это действительно переход к новому, пятому, шестому, седьмому различным укладам. В том числе мирохозяйственным. Более серьезно то, что мы переживаем кризис научного мышления. Ведь наука не единственный способ восприятия жизни. Жизнь воспринимают прекрасно и литераторы, и живописцы, и музыканты, и политики, и беззмен. И у всех свое восприятие, у всех свой разный язык. И дети по-разному иначе, чем мы воспринимаем этот мир. И поколения по-разному этот мир воспринимают и так далее. В науке сложность в том, что мы настолько сейчас наспециализировались, что даже в рамках одного направления, будь то география, или экономика, или лингвистика, существует такое количество разных специализаций, что мы с трудом даже в диссертационных советах понимаем, о чем идет речь. Даже биологи не могут понять друг друга. Это серьезная тема. То есть нет языка. Более того, есть такой признак перемен, который возник в 1992 году, когда была ликвидирована комиссия Академии наук по фундаментальным понятиям, созданная в 1932 году. И ни одно издание стандарта, ни одно издание энциклопедии не проходило без согласования с этой комиссией. То есть это была попытка в течение 60 лет все-таки иметь более-менее единую картину мира, синхронизированную, более-менее систематизированную и так далее. И уже 30 лет мы с вами живем без этой комиссии, без этих попыток создать единый язык. И это привело к очень серьезной такой сумятице в общении. Но более серьезен еще один кризис социосистемный. Я скажу о нем. Собственно говоря, если отвлечься от всевозможных суетных эмоций, то человечество и человек боялся одной вещи всего – смерти. Вот мы есть, а нас нет. И все социосистемы и религиозные, и социальные, и образовательные строились на том, чтобы эту эмоцию страха как-то использовать для задач социального управления. И в том числе все познание, власть и так далее, даже стимулы – они были реально основным и кнутом, и пряником всей политики. Как отвечали на все это? Бессмертие души. И мы посмотрим философские воззрения цивилизации, и видим, что, в общем-то, как-то вечность имеется. Будь то колесо сансары, или представление о рае, аде, и так далее, и так далее. Эти построения живут, развиваются, и так далее. Есть подходы, развилась огромная школа. Бессмертие мысли. В том числе и сейчас это очень популярно. Технологическое бессмертие. Более того, уже популярна услуга замораживания. Когда можно еще живого человека заморозить, а лет через 50-е разморозить, и вот он к радости своих праправнуков будет как-то жить. Но здесь большой риск получить некое безумие. И есть понимание бессмертия в памяти, потомстве, на сфере, коллективном разуме и так далее. Тоже выстроено огромное количество представлений, парадигм, в том числе и советская парадигма, она была здесь. Большой риск потери такой личностности. Что мы имеем сегодня? И оно уже, это новое пришло. Фактически, человек из всего тварного мира выделится как существо, обладающее языком прежде всего. Хотя язык дельфинов нашему не уступает, а интеллект даже, возможно, превосходит. Тем не менее, сейчас появляются системы. Они коллективные, они достаточно анонимные и так далее. Но они сильно мыслят. Мысок лучше нас. Оперируют моделями лучше нас. Мы это называем условно все пространство искусственного интеллекта. Систем много, методов искусственного интеллекта много, очень много хайпа на этом. Тем не менее, в развитии это все фактически подвергает сомнению даже не наше существование, которое конечно во многих представлениях. А на самом деле, а зачем мы, если есть такие системы? И это не вопрос включить или выключить электричество, и тогда заканчивается вся цифровизация. На самом деле, это вопрос о смысле нашего существования. Если все могут сделать искусственные системы, то зачем мы? И очень многое, даже в нашем сегодняшнем информационном пространстве, связано с попытками осмысления этого вызова. Отвечать можно коллективно, и массовый ответ тоже появился. Развлекающийся человек, не думая завтра, я не хочу замуж, я не хочу ипотеку, я хочу на дискотеку. Поют современные молодежные песни, в любой бар зайдите, там прокручиваются вот эти все такие песенки. Да и все, так сказать, дискотека, развлечения непрерывные, игра компьютерная, сколько помешательств психиатрических на этой основе. Но за этим всегда стоит вечная скука. Сколько людей, которые смогли выжить в этом азарте и эйфории компьютерных игр, на самом деле потом или больны, или очень сильно скучают. Есть вариант ответа личностного. Человек-творец, то есть в любом случае, как бы не развился тот самый искусственный интеллект, все-таки человек неповторим. Есть множество ограничений для того, чтобы нас полностью заместил искусственный интеллект. Но отсюда один шаг до любых расовых или форм сегрегации, о том, что есть люди способные в творческой мысли, и есть люди не способные в творческой мысли. Реально один шаг до любого нацизма. И вариант безличностный, то есть такое тканевое человечество, собственно говоря, становится частью каких-либо групп в социальных или сетях, или в иных сообществах. И мы видим, как происходит деградация естественного интеллекта. Мы это выявляли в наших недавних исследованиях. Первая проблема, связанная с цифровизацией, это кибербезопасность, и на нее мы умеем худо-бедно отвечать. А вторая проблема – это деградация естественного интеллекта, и на нее как отвечать мы просто не знаем. Это на уровне школ, на уровне форм грамотности и так далее. И самое главное, что кто из нас здесь сидящих помнит хотя бы 10 телефонных номеров своих родных и близких друзей. Я боюсь, мало рук поднимется. Судя по всему, ни одна. Но это такая юмористическая диагностика. Но на самом деле делегируют еще многие все больше функций именно искусственным системам. И как-то, оказывается, можно жить. И в нормальной жизни это даже удобно. Но в ситуации кризиса, когда вдруг отключается электричество, особенно подростковая сейчас когорта, она чувствует себя просто брошенной, не понимает, как действовать и так далее. Это колоссальный кризис. И вот эта эпидемия сколдшутинга, США больше, у нас меньше, но она тоже развивается. На самом деле это связано с этими попытками жить и понимать себя в этой ситуации. Поэтому вопросы жизни, они являются, как мне кажется, самым фундаментальным первостепенными. Отсюда безусловный приоритет всех, кто занимается биологией, генетикой и так далее. И по сути, здесь мы сейчас начинаем разбираться, что же такое жизнь. И получается, что есть всего-навсего немного таких реакций, которые мы, как живые открытые системы, позволяем себе делать. Это накапливаем энергию, массу организма увеличиваем, внутреннюю структуру и сохраняющиеся реакции. Любое образование – это не что иное, как накопление определенного количества стереотипов, шаблонов, знаний, моделей. Кто знает 150 моделей, тот уже, так сказать, большой мыслитель. Кто знает, например, не 3-4 танцевальных движений, а 150, тот – великая балерина или, так сказать, какой-то артист. Всего-навсего. Тот, кто чемпион мира по каким-нибудь видам борьбы, он просто знает больше всевозможных катов или моделей, довел их до автоматизма, а другой их не знает и так далее. Для того, чтобы выучить язык, требуется потратить, скажем, китайский, ну, минимум 2 тысячи часов, а если 10 тысяч часов потратил, ты уже мастер в том или ином виде. Вот и все получается. То есть мы накапливаем сохраняющиеся реакции. Но получается, что и в этом мы достигли в какой-то степени предела биологической эволюции. Но что мы делаем? Мы создаем внешние носители. То есть то, что мы сами не знаем, мы можем спокойно перевести на флешку и с собой носить, так сказать, этот пауэрбанк и большую флешку, и, в принципе, там скачать весь интернет. Мы можем увеличить, так сказать, массу организма. Ну, мы не идем на Книгу рекордов Гиннеса. Конечно, можно и 400 килограмм нарастить себе, но все равно есть некий предел разумности. Сохраняющейся реакцией также нам требуются внешние какие-то костыли. Опять же, одно дело мы с интернетом, другое дело мы без интернета. Одно дело мы в соцсетях, другое дело мы без соцсетей. И легко видеть на улицах, когда наступает лето, и по Баумана, так сказать, гуляют праздно шатающиеся люди. И посмотрите, как много времени проводят, разглядывая достопримечательности или разглядывая, собственно говоря, навигатор. Мы уже без навигатора пройти не можем. Ну и плюс ко всему, накопление внутренней структуры, фактически, опять же, есть предел общения. Сколько может быть друзей за всю жизнь? Десять, двадцать, тридцать, сто человек. Сколько людей мог быть в круге нашего общения? Ну, тысячи. А людей уже миллиарды. И поэтому, а в соцсети, пожалуйста, у вас получается миллион лайков, два миллиона лайков. И посмотрите, какая мода появилась. Так сказать, тебя лайкнули хотя бы там сто тысяч человек. Приходишь, спрашиваешь Анну Каренину, как там можно хайп такой словить? И так далее. То есть, вот, это новая интересная совершенно реальность. И она нам пока является в разных таких бытовых артефактах. Но все-таки, все-таки, это отторжение очень серьезного вот этого глобального перехода. В любом случае, главный вызов, который нам сейчас предстоит осмыслить и двигаться, это, собственно, как мы будем создавать рядом с собой, вместе с собой, различные системы жизни, но уже не на биологических основах, а на основах, ну, биохимических, а на основах уже искусственных кристаллических структур. Это очень серьезный реальный вызов. И здесь восприятие того, кто мы, частью этого мира, или мы живем в рамках своего эгоизма, это вот принципиальные вопросы, и в них мы просто вляпываемся сходу после 30 лет всевозможных реформ, которые нас очень многих иммунных систем просто лишили. Когда я спрашиваю любой аудитории, не рискну даже задавать этот вопрос сейчас, поднимите руку, кто из вас здоровый, поднимает руки процентов 20, а остальные все либо больные, либо пациенты. Поднимите руки те из вас, кто эгоист, с радостью поднимает сейчас в наших российских аудиториях почти все эту руку. Будучи неэгоистами, по сути, через понятийные системы себя считает масса людей эгоистами. Это самая низкосортная мировоззренческая мотивация. И масса других вопросов, она, собственно, показывает, что готовность к освоению высших форм мировоззрения, жизни, деятельности, познания, она, так сказать, немножко подвергается эрозии. И в итоге из этого неопределенности большой складывается неизбежность не только точных диагнозов, но и управленческих решений в отношении каждого, в отношении всего. И здесь очень важно понимать, что невозможно в принципе, что возможно и что неизбежно. И проблема суверенитета с этим связана фундаментально, потому что суверенитет – это некое проявление на уровне юрисдикции национальных субъектностей. Собственно говоря, тебе легко быть объектом. И тебя несет историческая волна, так сказать, окружение, социальные сети, каким-то вещам, моды, всевозможные тренды, то есть способов управления нашей жизнью очень много. И то же самое для государства. Ведь очень удобно быть государством, за которое кто-то думает по-настоящему, а можно не думать. Можно встроиться в этот мир, встроиться в систему и быть частью этих самых систем, не особенно задумываясь о каком статусе его пребывания там и что ты можешь в этом статусе делать. И не случайно именно этот вопрос стал важным именно сейчас. Я начну с правовых оснований суверенитета, традиции давнишние. Собственно говоря, это не что иное, как власть над гражданами, величайшей властью управлять. И посягательство на свободу одного народа, посягательство на атаку на все народы. Причем все это не само по себе, а любой суверенитет – это инструмент благосостояния народа. Если для благосостояния народа требуется вассальная зависимость, если требуется подчинение, вхождение в какую-то более передовую систему, то, значит, если это на благо пошло народа, то, собственно говоря, можно, значит, как-то и поступиться частью суверенитета. Примение сил – это последний инструмент для обеспечения прав и свобод населения, которое стало жертвой чего-то. Что еще интересно, что должностные лица государства всех уровней имеют личную обязанность защищать население, которое находится под их политической властью. И за это предусмотрена даже международная уголовная ответственность. Это преступление против международного права, если наши чиновники не справляются с задачей обеспечения благосостояния своего населения. И, собственно говоря, есть у всех определенные обязательства друг перед другом. У всех государств, поскольку мы не одни на этом шарике, несущемся с бешеной скоростью в космосе. И в документах ООН и последующих множестве международных документов установлено юридическое равноправие государств, права, присущие полному суверенитету, между прочим, обязанность уважать правосубъектность других, территориальная целостность и так далее. Территориальная целостность крайне важна, тоже закреплена система. Но напомню, что в обозримой истории Весклальдская система мироустройства определила два рода государств. Есть государства, так сказать, обычные региональные державы, те, которые в рамках своей юрисдикции и своих границ имеют право устанавливать налоги, собирать таможенные пошлины и иметь небольшие полицейские силы. Но если что-то происходит за пределами вашего регионального государства, то это не ваше, так сказать, дело. Для этого есть великие державы, и мы все прекрасно помним их список. По итогам 1918 года их было всего восемь. Например, особенность великой державы не только то, что на больших тех или иных категориях, в категориях территории, в категориях экономики, влияния, вооруженные силы и так далее, но и то, что великая держава имеет право вмешиваться и разрешать конфликты между вот этими региональными державами. Это вот некая такая суть Вестфальдской системы 1648 года, когда после 30 лет бесконечных войн, так сказать, полевых командиров, которых называли по-разному, виконты, графья, князья и так далее, устроился этот вот порядок. И, конечно же, принцип территориальной целостности запрещает насильственно изменять принадлежность других территорий. Есть, однако, несколько однако, которые почему-то в нашей текущей политической аналитике практически отсутствуют. Даже в отношении современных событий, почему-то вспоминается только один прецедент Косово, как будто и одна только статья Устава ООН, как будто бы это всё международное право. Вот эти, однако, означают, что государство, которое принимает условия суверенитета, обязуется использовать свою территорию без нанесения вреда другим субъектам международного права. Более того, государство, здесь в январе не указывается, какие именно, но подразумевается та ещё иствальская парадигма. Великие государства, прежде всего, имеют обязательство предупреждать и пресекать всё, что приводит к геноциду, военным преступлениям, этническим чисткам и преступлениям против человечности. Если какое-либо государство совершает эти бесчинства, попустительствует или не способно их предвратить, ликвидировать и так далее, то международное сообщество имеет право реагировать всеми адекватными способами, включая военную силу, для того, чтобы защитить целевое население. Это всё прописано множеством соответствующих документов и всех комментариев к ним. И понятно, что всё это восходит не к вествальскому миру только лишь, а к миру и Ялтенскому-Подздамскому и к учреждению. Как бы ни критиковали он, как бы мы не видели её беспомощность в ряде ситуации, как бы мы ни понимали глубину принципа ВЕТА, тем не менее эта система есть, и она строится именно на этом, но по сути мы имеем дело с некой симбиотичностью или конгломератностью мироустройства. Есть ещё одно однако. В официальных документах американских, в частности, присутствуют, причём в документах высшего уровня, никаких либо научных докладах, никаких либо статьях, а это документы высшего уровня, есть понятие серой зоны, где и, собственно, разворачивается основное противостояние. Серая зона – это та зона пространства или всё пространство, где конкурентные взаимодействия разного типа происходят как бы между войной и миром. Это как бы не война и как бы не мир. Поэтому не случайно многие военные аналитики предлагают не работать в этих крайних, очень жёстких понятиях, имеющих довольно определённые юридические принципы, принципы и требования, а говорить о враждебной действии. Как только мы вводим понятие враждебной действии, то мы сразу попадаем в эту ситуацию, и она юридически имеет свой каскад последствий. Ясно, что серая зона – это неоднозначность, неопределённость, локальность, ситуативность. Что хотим, то и воротим, по сути. Вот это те самые правила. Более того, и в концептуальных документах, и правовых новый мировой порядок предполагает военно-силовое утверждение всех этих вещей. То есть не спокойная конкуренция друг с другом, а силовая экономика и экономика, привлекающая военную силу. Будь то частные военные компании, или будь то непосредственное применение тех или иных тайных операций. В итоге понятие суверенитета – это вот та самая способность осуществлять власть над подданными и иметь определённый статус в мировом пространстве – он, на первый взгляд, имеет массу аспектов. Это, конечно же, суверенитет государственный. Есть ли у того или иного государства суверенитет? Ну, понятно, есть Конституция, есть флаг, есть другие атрибуты государственной власти, и, казалось бы, есть суверенитет. Идём в экономику, понимаем, что эта страна производит только какие-нибудь ананасы, и всё. Всё остальное вынуждены возить. Вот, например, мы с вами экспортируем 500 товаров каждый год, а ввозим 20 тысяч. И как вот этот дифференциал – 19 тысяч и 500, так сказать, товарных позиций. И, наверное, не все из них мы можем производить. Есть суверенитет военно-технический, тоже понятно, своя техника, или вы вынуждены пользоваться только импортной, например, и так далее. То есть вот их очень много, есть и демографический суверенитет. Если страна не может развиваться без привлечения миграционных ресурсов, значит, есть какие-то свои ограничения и способности. Значит, неполный этот суверенитет. Демографический суверенитет – это способность страны полностью обеспечить себя необходимым количеством и качеством не только рабочей силы, но и граждан, и всех поколений. То есть очень серьезная тема, малый разрабатывает. Если посмотрим на текущий статус российского суверенитета, то мы видим, что у нас государственный суверенитет почти полный. Есть прецеденты. Здесь указаны годы и события. Можно очень долго, несколько часов по каждому из этих эпизодов говорить. Если будут вопросы, я расскажу. Военно-технический – почти полный суверенитет. Почти полный. Дипломатический, несмотря на риторику, он, так сказать, средний. Это моя оценка. Демографический – средний, социальный. Экономический – средний. Научно-технологический – средний. Был низкий, но все-таки так поразмышал. Есть у нас и научные школы, и так далее. Так что не будем здесь, так сказать, таким злопыхательским подходом. Политический – выше среднего. Культурный, духовный – выше среднего. Идеологический – ниже среднего. Цифровой – ниже среднего. То есть в такой ситуации, с такими мощностями мы вошли в очень серьезный конфликт. Чтобы в нем разобраться, надо, видимо, разобраться с тем, что составляет жизненно важные интересы. То есть та самая подпочва, из которой потом вырастают все и теории, и правовые решения, и так далее. Что сделала Россия? Сначала она провела в 2020 году под не совсем понятыми полностью обществом дебатами о поправках в Конституцию. На самом деле очень серьезный момент юридического закрепления своего статуса как великой державы. Если кратко сказать, то в 90-е годы мы на всех парах. Опять же, говорю, естественно, какие-то вещи в силу лимита времени, говорю кратко, поэтому чуть гротескно. Ясно, что каждый тест нуждается в нюансах и так далее. Но если потребуется, я нюансы все тоже расскажу. Но в 90-е годы мы фактически любой ценой вошли, стали входить в мировое сообщество. Любой ценой. С плохо просчитываемыми потерями. Потом мы стали входить в все более ограниченные какие-то сферы, увеличивая какие-то аспекты, какие могли. А уже после февраля 2022 года мы фактически пошли сознательно на форсированные укрепления своего суверенитета и на совершенно другие стратегические задачи. В 2020 году в эти поправки было сказано, что Российская Федерация принимает меры по поддержанию укрепления международного мира и безопасности. Собственно говоря, то, что я чуть раньше говорил о праве отдельных государств наводить порядок, там, где покушаются на права человека, свободы, достоинства. И фактически Россия самонаделила себя правом применять различные меры, включая военные, для поддержания и обеспечения международного мира. Почему до сих пор это неосознанно? Потому что почти 30 лет мы себя считали региональной державой. Если вспомните всю риторику, которая была у Обамы, Кандализа, Райс, Хиллари, Клинтон и так далее, риторика, что вы себе позволяете, вы же региональная держава. Собственно говоря, это не имели в виду. И вот этот зазор между нашим растущим самоосознанием, потому что потенциально Россия всегда была великой державой, в диапазоне от 6 до 8 по 10-бальной шкале мы были ею. Но наше самосознание часто склонно себя воспринимать хуже и слабее, чем есть на самом деле. А здесь мы на уровне уже Конституции закрепили это право, что мы великая держава и просто в безопасности входим, но имеем право навести порядок там, где видим угрозу и для нашего целевого населения, и для самих себя. В итоге фактически в 2020 году была исправлена ошибка 1991 года, вот то самое вкусное вхождение мирового пространства любой ценой и согласие на колонизацию. То есть мы фактически де-факто согласились быть колонией мировой экономики. Здесь вопрос не только в Горбачеве, не только в Ельцине, но и определенное, собственно говоря, желание общества, уставшего от массы регламентации, которая возникла еще в предшествующий период, желание все-таки определенных свобод. То есть это, как сейчас любят сваливать на какого-то начальника большого, это не совсем правильно. Это был очень сложный процесс социальной эволюции, и все, кто успел как-то начать свою жизнь, осознанную жизнь еще в те времена, прекрасно понимают, от чего хотели избавиться, но совсем не представляли четко, что из этого получится. Приведу три примера коротких. Например, в советском уголовном законодательстве целью уголовно-процессуального момента было достижение истины. А как вы думаете, какая сейчас цель? Конкуренция сторон. Если раньше амортизация была важнейшим, очень строгим экономическим понятием, которое означало откладывание необходимых ресурсов на будущее обновление, то потом это стало абсолютно факультативным понятием, что существенно сказалось на процессах нашей технологической, так сказать, реновации. И один пример с понятиями я уже привел. Это были такие вроде пустяки, малозаметные, но сейчас мы многие вещи изменяем, а в бухгалтерии, в системах КПА и так далее мы достигаем таких высот варварства. То есть, словом говоря, применяем управленческие методики не просто поколение минус, а несколько поколений назад, думая, что это самое последнее слово техники. И фактически мы вот в этой системе, это классификатор, интегральный мощный государства. Все девять параметров национальной силы, территория, природный ресурс, население, экономика, культура, религия, наукообразование, вооруженные силы, внешняя политика, управление, их можно оценить по различным категориям. Вот, например, как выглядела Россия и пространство, которое сейчас ходит в разные периоды жизни. Вот та такая немножко капля и вот эта вот капля, это Россия в Российской империи на 917 год, например. И в этом смысле оценивать через пространство объем этой площади государства, чем он больше и чем менее таких углов, чем он более выпуклый и ближе к кругу, тем на самом деле мощнее государство. Вы видите, например, у нас там вооруженные силы выросли с населением, так сказать, пробелы, например, управление хуже, чем состояние науки и так далее. А это вот динамика за тысячу лет, которая была в России. Здесь мы видим очень такие сложные, крайне интересные циклы, и там две закономерности. Одна из них, мы никогда не поднимались по своей мощи, если за 20 лет до этого подъема не вкладывались в науку и образование и в культуру. И очень часто наша внешняя политика была склонна быть слабее, чем мощь государства. В итоге, если так, без всякой риторики, мы видим, что в документах и конституционных, и международного права, и российского есть всего-навсего 8 базовых жизненно важных интересов. Жизнь, свобода, независимость, права человека, производство и рынки сбыт и поставок, коммуникации с миром, регуляторы и ценности, включая всевозможные мировоззрения, идеологии и тип личности, которые формируются в обществе. То есть, а кто выращивается? Мир полных эгоистов или мир альтруистов? Мир фантастов, технократов или мир потребителей и так далее? И вот это всё к этому. Не случайно в планах стратегических Германии, когда готовилась агрессия против Советского Союза, было три плана. Один из них мы знаем более-менее Барбаросса. Это план военной кампании от Архангельской до Астры, конец выхода на Средний Восток. Второй план знаем хуже. Это план ОСТ, какая предусматривалась операция по ликвидации сознания и вообще расовой всевозможной геноциду практически. И третий был план «Зелёная папка», который означал совершенно целевое завоевание силовым путём интересующих, естественно, Германскую империю объектов. Причём многие объекты были расписаны ещё в ходе Первой мировой войны и до неё, вплоть до особняков, где становится командующий той или иной воинской частью. И более того, в каждой воинской части, при каждом штабе был военно-экономический штаб, который предопределял и определял, что можно бомбить, что не надо бомбить, что надо захватить, что не надо захватить. С другой стороны, был план эвакуации, фантастически проведённый. Это одна из самых блестящих операций, которую вообще наше общество практически не знает. И, соответственно, вот для примера покажу, как работает эта модель на примере прогнозирования по Украине. В 2008 году ещё до событий на Кавказе мы сделали прогноз по российско-украинскому отношению. Мы видим здесь вот эту мощность, этот профиль стратегической мощи Украины, видим, что он разный. И, соответственно, вот здесь справа приведены результаты выбора, который предстояло в то время сделать Украине, и как это отразится на её итоговом положении, на благосостояние людей, на конкурентоспособности экономики и так далее. И мы видим, что балансировка шла между двумя сценариями, или, так сказать, больше с Российским Союзом, или больше с Европейским Союзом. И, собственно, сценарий балансировки этой непрерывной. Мы видим, что только один сценарий давал реальное превращение мощности, потому что не ликвидировал промышленную базу Украины. А сценарий евроатлантической интеграции ухудшал её статус на момент прогноза. В прогнозе было предсказано приход к власти Януковича. Он был худший из всех политиков на то время, но прогноз показывал, что он приходит к власти. Была тогда ещё в силе Тимошенко. И вот по трём критериям, это политика русского языка, так сказать, и курс на интеграцию в сообщество. Собственно говоря, никого не было за интеграцию в евразийском пространстве и с политикой верхней уровня. То есть все считали нужным или блудить между сценариями, или жёстко вступать в Европейский Союз и в НАТО. Вот на тот момент, как виделись, абсолютно прагматичные интересы, жизненно важные. И вот, заметьте, здесь были жизненно важные экономические интересы, защита собственности России и его граждан. Без лирики. Единое экономическое пространство, особенно с промышленно-разовным востоком и юго-востоком Украины. И надёжность транспорта и коммуникации. Политические интересы. Недопущение присоединения Украины к НАТО, потому что это абсолютно, как говорится, экзистенциальная угроза, которую никто не хочет иметь. Никто не хочет, чтобы беспилотники летали, так сказать, до указания, или тем более до указания, долетали самолёты. Это абсолютно неприемлемо. Политический интерес хранения военно-морской базы после 1917 года и обращения русского языка. Это глубинные интересы общества, потому что национальность определяется языком, на котором человек думает, прежде всего, базовая идентичность. Ну и военные интересы абсолютно понятны. Никому не нужна была база в Крыму и так далее. Когда развернулись события 1914 года, собственно говоря, при понимании абсолютно нашего руководства, последствий, санкций, прежде всего, было понятно, что это вот та самая красная щита, к которой нельзя позволить переходить. И никто не позволил её перейти. Были тогда проработаны, опять же, изучены все сценарии, которые тогда рассматривались в России. Ну, первый из них сценарий самотёка. Сценарий поддержки пророссийских сил и сценарий поддержки сепаратистских сил. Собственно говоря, вот здесь показана приемлемость, оценки, последствия, риски и так далее, и так далее. И видно здесь, что на самом деле хорошего сценария для России не было из взгляда 2008 года. Дальше были построены соответствующие схемы. Здесь эти схемы означают совпадение жизненно важных интересов определённого субъекта с жизненно важными интересами другого субъекта. В данном случае это интересы Европейского Союза, России и США, например. Здесь показана картинка для Беларуси, например, когда много дискуссий бывает о том, что Беларусь идёт куда-то и так далее. Когда смотришь на эти оценки жизненно важных интересов, конфликтов, мы видим, что здесь нет идеальной картины, что везде у нас просто дружба, так сказать, и только любовь. Нет. Есть определённые ситуации, где у нас на грани, но нигде с Беларусью, например, не доходит до конфликта жизненно важного. С Украиной было чуть сложнее, но картина тоже похожая. Довольно интересная картина выявляется через моделирование семантическое всей этой истории. И мы видим, что здесь до сих пор фактор ядерного оружия занижен. То есть даже пресса опасается об этом говорить очень подробно и не объясняет, зачем нужен был рывок на Чернобыльскую станцию и именно Запорожскую станцию. Никто не понимает, что такое был Гастомель в этом раскладе. Это так очень важно. Но оружие массового поражения, биологическое, химическое и, конечно же, ядерное, это был важнейший мотив и сроков, и всех остальных вещей. В итоге факторно-семантический анализ показал, что реальная причина – это промышленность Украины, не промышленность, а некие стоящие за ней ресурсы. И чуть позже я покажу эту реальную картину всего ресурсного суверенитета. Конечно же, транзитная логистика и оружие массового поражения. А гуманитарная катастрофа Донбасса – это сопутствующая задача. В итоге мы с вами входим в этой ситуации суверенитета, в эскалацию по типу конфликта. Давно уже у нас конфликты не коммунальные и даже не интересов, и даже не жизненно важных интересов, потому что они заканчиваются тогда, когда стороны достигают красной линии. Но есть ситуация, когда люди дерутся, вступают в драку, применяют любые подвернувшиеся средства, потому что, условно говоря, речь идет об их «я», об их идентификации, об их флаге, об их смысле жизни. Поэтому фактически у нас уже не только речь об идентичности. Заметьте, как вопрос святынь, например, на Украине стал важным. То есть, казалось бы, есть экономические интересы, аммиачные туповоды и все прочее, святыни. Есть вопрос картины мира, и он туда уже сэволюционировал. Но еще более важно и серьезно то, что происходит гибридизация, антология. Это не только наше сознание, не только мотивация людей, не только оценки людей, но и использование систем искусственных, включая, так сказать, управление полем боя, как применяются спутниковые группировки, как применяются беспилотники, как идет целеуказание, как работает информационная система, как работает мотивация. Это сейчас реально экспериментируется, тестируется в этом трагическом процессе. А на выходе мы понимаем, что речь идет даже не просто об отдельных людях. С одной стороны, герои, с другой стороны, они враги, но на самом деле это определенные, подлинно осознающие себя сущности, это именно сущности, они коллективные, они смешаны с искусственными возможностями вдаль, то есть это очень серьезно. Экономический суверенитет. Здесь важно для нашего разговора кратко просто помнить о том, что мы с вами периодически вступаем в ситуацию, когда являемся данниками мировой системы. Просто у нас здесь институт международных отношений, так в основном, да? Поэтому, что такое данник, это означает, что мы выдаем, как в давние времена, определенную дань, дань некому, так сказать, хозяину. В данном случае хозяином является не отдельная какая-то корпорация, а определенная мировая система. Объемы этой дани достигал по самым минимальным оценкам 100-150 миллиардов долларов в год. То есть вот то, что идет, откачивается из России. И официальный отток капитала, который Центральный банк учитывает, и неофициальный. Но эта ситуация не новая. Ровно эта ситуация данничества, которая была очень четко осознана Генеральным штабом России, в меньшей степени МИДом России, например, она была перед Первой мировой войной. И многие дальнейшие перипетии и события были связаны с желанием общества это прекратить платить дань желанием свободной независимости. Потери, естественно, в войнах это тоже. И вот последний период, считайте, не менее 4 триллионов долларов масштаб потока за 30 лет. Причем деньги, которые вот такие, самые грубые деньги, есть множество ресурсов, которые плохо оцениваются. Но более еще интересно, что фактически вот на сегодняшний день мы с вами примерно производим на душу населения 27 тысяч долларов в ценах 2015 года, а используем 17, вернее, это сказать, 7. И получается, а куда уходят эти все 7? Вот они уходят во внешнюю систему. Частично разворовываются нашими же собственными, так сказать, согражданами, а частично через массу разных вещей, через кредитные проценты, через таможенные пошлины, через рейтинги, которые потом создают стоимость ресурса. То есть каждый гражданин России примерно по нынешним ценам не менее миллиона рублей отдает дань, начиная от младенца, который родился, начиная от самого старшего пенсионера. Это вот такой масштаб нашего благотворительности в мир. То есть фактически это рент отсталости, можно сказать, но и рент отсталости пришли когнитивной нашей. По экономическому смыслу, социально-политическому, это ограниченность, экономический суверенитет, о чем президент говорит неоднократно о необходимости наращивать экономический суверенитет, что означает не что иное, как уменьшение разрыва между создаваемым и используемым национальным доходом, в том числе на душу населения. И самое интересное, что мы не менее 7 триллионов рублей теряем из-за действующей модели экономического развития, опять же, тема интересная и так далее. То есть это упущенные выгоды от используемого формата макроэкономической политики. Большой интересный разговор, можно подробно все это разворачивать, но получается так, что накопленный ущерб только за период с 2014 года по 2022 год сравним с экономическими потерями России в обеих войнах XX века. Напомню, что просчитанные потери от Великой Отечественной войны составляли 168 миллиардов рублей, но они были тогда сильно привязаны к доллару, и репарации мы получили на 10 миллиардов долларов, соответственно. Потому что было понимание, что невозможно подвернуть Германию репарациям за нанесенный ущерб, потому что чрезмерные репарации привели к войне. То есть там очень была серьезная тематика, которая прекрасно понималась. Вот еще к вопросу о точности предсказаний. У меня фраза одного нашего большого уважаемого чиновника о том, что мы даже не спрогнозировали, что заморозят наши ЗВР. То, собственно говоря, мы спрогнозировали, и доклад был направлен, доклад мост вздохов. Собственно, если посмотрите, все предсказанные в 18-м году риски, которые будут срабатывать, они все сработали. Серьезная тема – это ресурсный суверенитет. Здесь я привожу, как Сталин это все прекрасно понимал. Но еще стоит вспомнить его разговор с Георгием Димитровым накануне войны, когда он сказал, что они хотят, чтобы мы у них были батараками, да еще задаром. Сказано жестко, но на самом деле абсолютно точно. И когда в 1847 году рассматривался вопрос участия восточноевропейских стран в плане маршала, то главный аргумент был Молотова очень конкретный. Это что же такое, говорил он, товарищи, получается, что будут откуда-то из-за океана определять, где нам строить заводы, и какие заводы нам строить. Вот мы сейчас к этому пришли. И вот не случайно, заметьте, уже сколько прошло десятилетий, что войны за территорию смеют войны холодные за ресурсы и энергию. И в полном масштабе мы сейчас имеем именно эту войну. И не случайно Владимир Владимирович Фернадский говорил, что выживет та страна, которая будет в точности знать свои ресурсы, сумеет их направить на использование народной и духовной силы. В точности будет знать. Это один из вопросов нашего суверенитета. Я чуть позже покажу эту картинку. Вот посмотрите на нашу зависимость от импорта полезных ископаемых. Причем, заметьте, по титану, по цирконию, по каолину. Посмотрите на зависимость США. Практически по большому количеству стратегически важных минералов на самом деле не зависят от существенного количества стран в мире. Прежде всего, вот здесь показаны различные виды товаров, где Канада, Мексика, весь Карибский бассейн, Африка. В Европе только ценность имеет Германия со Стронцией, а также Стронцией важен очень в Украине и, соответственно, в Азии. Вот, если посмотреть дальше, вся новейшая энергетика, она немыслимая без редкоземельных металлов. Мы понимаем, что ее по цене накачивали субсидиями, то есть перераспределяли доходы, получаемые в экономике ради новых укладов. Практически она сейчас вся под вопросом. Без редкоземельных металлов невозможны никакие современные виды вооружений. Мы видим, что мы достаточно неплохо обеспечены, но красный столбик, мы понимаем, что еще есть много возможностей для развития. Но самое интересное для современной геоэкономики, это то, что основные запасы редкоземельных металлов приходятся на Китай, Северную Корею. Я спросил, центр ваш занимается Южной Кореей или Северной, все-таки привычно Южной, понятно почему, но на самом деле, что крайне важно, конечно, вот эта вся территория. Заметьте, роль Гренландии. Здесь не показана Антарктида, за которой будет разворачиваться своя конкуренция, ну и Канада, конечно. Если посмотрим на главную пищу современной энергетики, то заметьте, страны Казахстан, Россия, Украина и Узбекистан по производству урана, а это вся атомная энергетика. Очень многие катастрофы в атомной энергетике были связаны именно с дефицитом топлива, пока не создали замкнутый цикл производственный. Посмотрим по экспорту урана. Также картина крайне интересная, роль Казахстана, Украины и Узбекистана. О нефти, понятно, я думаю, все хорошо знаем, кто здесь употребляет и кто использует. По газу также ситуация, понятно. По сельскому хозяйству, та самая пашня, на душ население, скот, племенной хозяйство и так далее. Вот если для 20 века, для войн, первое, второе, важны были 20 продуктов, и мы видим, как разворачивались операции, как строились военные планы, исходя из того, где что находится, то мы видим, что в современной реальности гораздо большее количество продуктов нужно для развития безопасности, включая не только вот те перечисленные виды минералов, но и, соответственно, это ракетно-космические компетенции, ядерные компетенции, искусственная криптография, суперкомпьютеры, рекреационные ресурсы, за которыми будет идти особая борьба. Пока это ощутили только туристы, которые любили, так сказать, по миру носиться, на самом деле, наше, но как это печально, когда нет возможности туристических. На самом деле мы имеем дело с стратегически важным ресурсом, и поэтому спорт, туризм, гостеприимство – это крайне важно. И мировоззрение собственного. И вот главная проблема нашего экономического суверенитета – это проблема капитализации. Если кратко сказать, то мы с вами чудовищно дикие находимся на варварском уровне в отношении представления того, что составляет наш капитал, наши ресурсы. Мы немного научились ценить то, что имеет непосредственно финансовое выражение. Деньги в кармане и деньги на счетах. То есть это денежная масса М2, один агрегат. Практически в нашей денежной базе не присутствует огромное количество возможностей, которые существуют в современных экономиках. Мы плохо, практически очень плохо оценим наш нематериальный капитал. Мы очень плохо ценим наши кадровые ресурсы. Хотя все понимаем дефицит кадров, на самом деле. И на уровне разговоров и диагностик управленческих людей не хватает. Но ведь это никак не встроено в наши кадровые балансы. А кадровый баланс не встроен в бухгалтерский баланс. Мы практически не ценим социальные активы, хотя сплошь и рядом ими пользуемся. Мы не ценим время, прежде всего. Вот примером, сейчас мы с вами час пообщались, но потеряли час, на первый взгляд. Но более-таки делегатные люди скажут, что час не потеряли какие-то знания, мне интересно рассказать, вам интересно рассказать. Но на самом деле никак это не отразилось на наших электронных кошельках. По идее должен быть один такой цифровой эквивалент под названием одна КФУшка, как минимум, да, упасть на наши электронные кошельки. Провели студенты время лекции, чувствуют, стали мудрее, стали сильнее знания. Я утрирую, но мысль именно эта. То есть мы не ценим даже ценность земли. Земля имеет ценность у нас преимущественно как объект недвижимости для риэлторов, для всевозможных рейтингов, для продажи, покупки мест для жилищного строительства. Ну, понятно, аграрники примерно понимают ценность плодородия, но это не включено в балансы и так далее. И недооценка составляет процентов 90. То есть мы с вами, имея по паритету 2 триллиона долларов производства, на самом деле должны иметь и национальное богатство, и ВВП в разы больше, чем есть. Но мы не считаем это. Более того, создана парадигма, где мы даже и не хотим это считать. Вот если кратко об этом, причем созданы все стандарты, они работают. На конкурентные площадки приходят наши компании, другие. Вот одна из них такая дикая, а другая, так сказать, ни на чем создала себе капитала. Капиталы, часто они дутые капиталы, пузыри, это тоже понятно. Но на самом деле между пузырем и реальностью есть свое место. Поэтому разворачиваются колоссальные остроты борьба за место под солнцем. Собственно, речь идет о том, где мы с вами будем находиться, причем кто мы. Это и страна, и регион, и компания в регионе, и университеты, и так далее. Либо мы в захолустье, периферии, провинции, центр. Всего-навсего 14 регионов в России имеют производство, учебные заведения и прочие возможности класса «центр». Вот Казань имеет массу таких возможностей. Я вчера видел спортивную инфраструктуру, на самом деле, это абсолютно мирового центрового класса, например. Но задача ведь в том, что каждая передовая инфраструктура и каждый передовой ресурс производства привлекает и передовых людей. То есть под пятизвездные отели нужны пятизвездные люди примерно. И поэтому, как только есть хорошая инфраструктура, она позволяет привлекать и, соответственно, более образованную, дисциплинированную, творческую, рабочую силу. И из других регионов в итоге вот она, где конкуренция главная. А конечный вопрос в том, а сколько у нас будет людей, которые вот такие центровые, такие продвинутые, прошаренные, как говорят молодежь, в хорошем смысле слова. А ведь можем мы построить такое общество, где в основном будет абсолютно захолустье, страшно будет жить. То есть в этом выбор, на момент распада СССР, в записках в Центральный комитет так и формулируется проблема. У нас в стране 30% людей занимаются нормальным трудом, который приносит какую-то пользу. Еще процентов 30 занимаются псевдодеятельностью, то есть тем, что пользу не приносит. Еще процентов 40 занимаются просто имитацией. Не просто имитацией, а растратой общественного труда. Проложили дорогу, на следующий день ее ломают, потому что надо проложить, так сказать, кабели какие-то. Это утрионный пример, а еще масса псевдодеятельности. Как может 30% всей рабочей силы держать вообще весь социум? Вот и в итоге перераспределяем, создаваем одними, в пользу тех, кто вообще не работает или увозит и так далее. В этом же вопрос. Я говорю это чуть бытово, но на самом деле вопрос именно в этом. Какая страна будет построена, какие люди будут здесь жить? Вот так устроена система геоэкономического поддержания балансов, которая просто проваливается, разваливается. Все параметры немножко, так сказать, напрягаются. Напряженность нынешней геополитической 2020 года, 4 карибских кризиса, 4. Базовый дисбаланс тоже понятно. Вот это распределение богатства экономического в одну сторону западного полушария, преимущественно, не считаясь, Южной Кореей и Японии, и с другой стороны, а ресурсы находятся в совершенно другой половине, и население. Вот он, главный дисбаланс. С одной стороны, богатство, с другой стороны, население. Это не может держаться долго, поэтому это неизбежно приводит к этому очень серьезному противостоянию. Всех людей, которые этим пытались заниматься, сняли с работы, как вы видите. Просто все с работы сняты. Не знаю, выговор, не выговор, кого-то уже убили, но на самом деле это серьезный момент. То есть система в глобальном правлении просто проваливается. Люди, которые создали еще живущую систему, вот были такого типа, понимали многие вопросы, серьезно понимали. И то, что сейчас происходит, и будет происходить еще пару десятилетий минимум, это трансформация мировой гегемонии. Это не вопрос замены, скажем, Китаем, Америке. Здесь более сложные системы будут формироваться, но нужно видеть, что все недовольные местопонсольцам, все абсолютно. Нужна доктрина господства. Россия занимается созданием своей зоны хозяйственного политического влияния, в принципе, не имея доктрины господства. Такая интересная вещь на своей территории. Доля ВВП, но доля реального ВВП. То есть мы считать должны точно свои ресурсы. Потому что если мы считаем, что мы 2% весим, это одна оценка. А если мы знаем, что мы в ядерной тематике весим более половины, это другая совершенно политика, другая стратегия, другая самооценка. Если в спорте, можно судить по спорту, спорт отражает, спорт высших достижений, отражает силу экономическую и вообще моральную и прочую силу страны. Вот мы когда какие места занимаем? Первые, вторые примерно, да? Ну, при том, что это дорого, но на самом деле по отношению к мощности страны это крохи в любом случае. И когда нас не хотят в виде и спорте, создают разные системы дискриминации, это отчасти потому, что сами виноваты, наверное. Плохо отслеживаем все эти реестры лекарств, которые нельзя использовать, не говоря о тех, кто и может действительно прибегает к этим допингам. Но на самом деле, значит, что-то мы не так делаем. Это уже серьезная тема. Сначала на себя обращаем упреки, а потом обращаем упреки на интересы тех сторон. И все остальное тоже требуется. Мира и валюта здесь. А самое главное – это управленческий опыт. А какой нас опыт управлять самим собой и управлять, скажем, новыми большими зонами влияния? Ну, этот цикл большой. К 30-му году китайцы возвращают то, что у них было в начале 19-го века. Вот эта доля Китая, 33%. Вот цена колонизации всех опиемных войн и вывоза огромного количества национальных богатств из Китая. Китай ничего не забыл. И он возвращает эту долю. Естественно, доля стран Севера, она тоже достигла пика, вот тот триумф колонизации. И она неизбежно уменьшается, а за этим уменьшением идет и все остальное. В эту эпоху нам повезло жить. Собственно говоря, здесь я показал главные вызовы экономического ресурсного суверенитета. И осталось буквально там два слайда, которые касаются суверенитета нашего цифрового и информационного. И если так кратко сказать, то речь идет о том, что в цифровом суверенитете очень важно соблюсти очень тонкую грань между неизбежностью импортозамещения, но это не автарки. И не случайно наш президент нигде никогда не говорит о закрытии границ и так далее, потому что мы все равно не так, как американцы, но тоже в большой степени зависимы от большого количества ресурсов и таких суббоминеральных, и ресурсов программно-инфраструктурных. Все, что можно заместить, все виды производств, которые дают высокую добавленную стоимость, надо развивать. Это вполне понятный тренд, и он будет так развиваться. А что касается информационного суверенитета, то речь идет о том, собственно говоря, мы насколько сами, сами не из чужих голосов, не из чужих моделей, которые, конечно, очень приятно импортировать, а вот именно сами, понимая свои жизненно важные интересы, а главное, свои ценности, свои святыни, насколько мы сами можем устраивать всю систему и воспитания, и образования, и, соответственно, всего остального. Возможности воздействия на сознание они колоссальны были и в 20 веке, и в 20 веке мы видим, как были созданы фактически четыре типа человека. Один тип человека, советский, при всех критиках этой модели советский человек означал, что это человек творческий, взаимовыручка, не эгоизм как модель, и мир во всем мире. Это была ценность советского населения 60-х годов. То есть нам был важен не мир в таком бытовом смысле, чтобы родных и близких не забрали или чтобы они вернулись живыми, а был очень важен смысл именно мира, такого глобального мира. Эта ценность практически полностью исчезла. Вторая важнейшая ценность именно советского менталитета была жажда жизни. Даже в то время у нас четверть населения не хотело жить бесконечно долго. Наступило для мужчин 58 лет, для женщин 70, и, в общем-то, жить дальше не хочется. Не хочется быть обозы близким, не хочется там эти болезни какие-то и так далее. И в итоге мы живем очень мало. А критерии срока жизни – это, на самом деле, важнейшая оценка системе, которая действует экономическая, социальная и прочее. Поэтому, не случайно, когда мы считали по этой стратегической матрице, каким образом можно проверить эффективность системы управления, оказалось, что самый главный критерий – это младенческая смертность. Если она минимальна, значит, система эффективно работает. Вот как это срабатывает в черный ящик – абсолютно непонятно, но это срабатывало очень четко. Также вот срок жизни, качество жизни, здоровье – это основа основ. И если люди не хотят жить эти все мысли, они на 10 лет и живут меньше. Вот такой парадокс, такое, так сказать, было сделано открытие. Был создан нацистский тип человека, оказалось, никуда не исчез. Оказалось, можно довольно быстро его возродить, очень быстро можно возродить. И третья модель человека, человек, скажем, такой американский, либеральный и так далее, именно эту присадку мы фактически 30 лет пытались через все, через все образование, воспитание и так далее, все это сделать. И четвертый тип личности, который возник в нашей мире, это тип личности антиколониальные. Когда Че Гевара и все его предшественники, там тоже Боливар, Симон Боливар, говорил о том, что пусть американцы не думают, что они в нашем лице видят рабов. Здесь живет 500 миллионов людей, у которых горячее сердце, чистые руки, соответственно, и которые хотят свободы. И был, конечно, всегда еще один тип личности, который называется такой анархистский. Когда все эти типы были дискредитированы, то анархистский тип начинает развиваться, в том числе криптоанархизм, в том числе криптопанки и так далее, и так далее. Когда мы говорим о цифровом суверенитете, вот первые три уровня, это то, что мы делаем, наша цифровизация. Мы создаем центры обработки данных, хранения данных, системы передачи данных и так далее. И немного занимаемся, не то, что немного, даже хорошо, системой услуг. Это госуслуги, всевозможные сервисы. То есть в этом плане замечательно. Но есть еще два уровня, которые мы пока не освоили. Это именно то, о чем я говорю, о суверенитете. Это, прежде всего, превращение всего этого в бизнес. То есть мало построить нормальную цифровую какую-то игрушку. Надо, чтобы она была частью экономической экосистемы, а это сказывается на всем. На пенсиях, на стипендиях, на зарплатах, на качестве жизни, на бюджетах и так далее. И еще очень серьезная вещь, это тот самый высший уровень, цели полагания, глобальный контекст, собственно говоря, а кто ставит задачи, какие развивать системы, какие использовать программные средства, какие создавать экосистемы, ради чего, как планировать, как соотносить планирование и рынок и так далее. Вот, собственно говоря, главное, что касалось этого. И вот последнее. Мы сейчас с вами живем вот в этом моменте, когда система искусственного интеллекта способна уже динамически обучаться, но это нейронные сети, прежде всего, но следующая фаза, они будут способны обучаться не только, условно говоря, на одном домене, а как и люди, способны прыгать между разными доменами. Это означает, что они способны корректировать знания, на которых учатся. Огромное количество ошибок, которые мы получаем в виде писем счастья за нарушение правил дорожного движения, от налоговой службы. Сейчас последние такие инновации, мы же видим количество огромных косяков, которые есть. Это списываем на неотлаженность систем. Но ведь это пока системы, цели, которым стоят люди, разработчики, исходя из приоритетов, которые есть у заказчиков. Но как только системы искусственного интеллекта будут способны корректировать цели, формировать новые контуры и цели, и знания, то встанет вопрос, а какая же этика этих систем. И самая главная такая печаль, мы оказывается находимся под незримым управлением с точки зрения электромагнитных всевозможных полей. Мы этим даже не занимаемся. У нас даже пока нет документов, которые бы регулировали электромагнитную безопасность. Мы с вами находимся в ситуации в Вавилонской башне, когда тезаурус, мы говорим на разных языках, когда еще у нас колоссальное количество аддикций, это всяких помешательств, зависимости, не только химических, алкоголь, табачище, наркомания и так далее, но еще масса других, духовных зависимостей. И, наконец, информационный потоп, который вообще не позволяет думать. Примером, где-то фильм «Ирония судьбы», вторая часть, где, помните, это герой Иракли, постоянно, надо сказать, с блютусом, наушниками, и он общается с людьми, живыми, и при этом находится в том пространстве. Вот это пример, очень яркий, что происходит. Мы не видим тех, кто с нами рядом. И фактически возникают в наши дни уже новые системы управления социумами, наши цифровые двойники, которые могут быть программированы так, как, собственно говоря, мы даже и не подозревали. Переходим к третьему поколению интернета, когда войско Аватаров будет, так сказать, наши различные двойники представлять. Этим можно управлять, этим можно управлять как кластерами. Можно строить модели и формировать выбор человека, который он делает, как будто бы сам. То, на чем пришел к власти Трамп. В 2016 году это получилось сделать. В итоге новый человек всегда, когда начинается новая эпоха, особенно турбулентность и кризисы, возникают люди, которые выражают идеи нового человека. Большое количество цифролюдей, гмолюдей, трансгуманизм, служебные люди, всевозможные и так далее, новые европейцы. И, например, в Украине мы видим, как можно сделать зомби общество очень успешно, эффективно и даже не заметишь, как превращаешься в зомби. А системы и модели, которые такие лучистые, интегральные, на самом деле они сложные, их надо изучать. Поэтому вот такая главная, наверное, проблемка во всей этой истории, даже не то, что эти колоссальные геоэкономические сложности есть, а вот они рядом. Они рядом. Поэтому нам предстоит в ближайшие пару десятилетий сыграть свою музыку на скрипке времен и так, чтобы эта музыка была прежде всего наша, талантливая, яркая, чтобы мы стали сильнее, жили дольше и ничего не боялись. Спасибо. Уважаемый Александр Иванович, разрешите, во-первых, поблагодарить за очень интересную лекцию, познавательную лекцию. Но всегда возникает вопрос, а что же делать вот в этой ситуации, вот, с учетом всех этих нововведений. И ведь в нашей жизни вот эти все изменения, цифровые, технологические изменения, они очень быстро внедряются, и человек должен постоянно находиться на каком-то, так скажем, определенном стрессе даже. Непосредственно соответствовать этим требованиям. Вообще, что делать? Что делать? В свое время, когда в стране началась сто лет назад гражданская война, было два очень выдающихся мыслителя в России. Один из них Василий Васильевич Розанов, другой Михаил Михайлович Пришин. Мы плохо знаем первого и второго воспринимаем как писателя о разных лесах, зверушках, всевозможных охотниках и так далее. Но на самом деле Пришин писал дневник, долго его хранил в сундуке, и только сейчас он публикуется, буквально события текущей эпохи. И Василий Васильевич также осмысливал все, что происходит. И вот на вопрос что делать? Он ответил так. Ну что за вопрос? Вспомним, Чернышевский задавал эти вопросы, Ленин задавал, ответы получали. Все говорит очень просто. Летом нужно собирать ягоды и варить варенье из этих ягод, а зимой пить чай с этим вареньем. Значит, интерпретирую, интерпретирую. Не нужно иногда заморачиваться чем-то, знаете, потому что у нас есть вообще в нашем обществе такая склонность создания каких-то суперглобальных абстрактных теорий, а потом воплощение их в жизнь с какой-то невероятной яростью. Все-таки есть простые вещи, в которых мы живем. И вот на вопрос об этих простых вещах отвечал как раз Михаил Михайлович. Он так их поставил. Вот такое цунами. Представим, цунами гражданской войны, цунами потом 20-х годов, цунами индустриализации, коллективизации, неизбежных репрессий, войны, подавлений. Просто представим, как жили наши предки и не будем думать, что нам живется хуже, чем кому бы то ни было. Это для скромности исторической. Были времена и посложнее. Хотя сейчас тоже настали не менее интересные, не менее сложные времена. И вот то стоит вопрос, как быть человеку, который мало на что влияет. Мы же с вами не президент, ни стран, ни народов, не боги. У каждого из вас свой круг влияния. Семья, друзья, товарищи, коллективы. В принципе, он какой-то есть очаг. И он отвечал, мы не можем остановить социальный цунами. Вот реально. Оно так пронесется, как ковид, например. Но в рамках своего круга влияния, все, что мы можем сделать, хорошего, доброго, светлого, надо делать. И не впадать в эти аддикции и сверх переоценки себя, и недооценки себя. Здоровая, спокойная работа. Здесь нужно вспомнить уже Чехова. Каждый делает свою работу на том месте, где он находится, где его поставила судьба, где поставила жизнь. Помнить о своих предках, помнить о своих детях. И для того, чтобы не захватила вся эта цифровая истерия, не всегда смотреть на телефон. Помнить о том, что у нас в мозге есть разные ритмы. И ритмы размышлений, и ритмы таких медитаций, ритмы молитвенные, они это альфа-ритмы. У нас их гораздо меньше, чем у крупного рогатого скота. У коров 80% времени в альфа-ритмах, а у нас там, дай бог, 10%. Потому что когда мы чатимся, когда мы непрерывно смотрим инфраструкционные потоки, мы не думаем. Это другие работы структуры мозга. Поэтому надо освобождать время для размышлений, время, которое нужно дать близким на самом деле. Вот создавать такую абсолютно гармоничную жизнь и достигать успехов. И прежде, чем эти успехи достигать, осмыслить, они нужны, кому нужны, почему нужны, что я могу сделать, в чем я несовершенен. То есть я говорю довольно банальные вещи, которые есть в любой наверное системе воспитания, но все это просто. Один буквально пример. В конце февраля этого года у меня начинался курс в МИФе и понятно, что вопросы были неизбежны. Какие, мы понимаем. И стоит этот парень и говорит, все, как же теперь жить? Все, стабильность пропала. Вот понятно, он переживает, я вижу просто потрясение. Я говорю, Илья, уточните, когда в вашей жизни была стабильность? Когда вы родились, когда вы подросли, когда вы не умели ходить, все время падали, когда пытались игрушку достать или конфетку сладкую, или когда вы в школу пошли, или когда поменяли школу, или когда в университет поступили, или когда женились и так далее. Что в вашей жизни была стабильность? Нет, мы постоянно развиваемся, мы постоянно развиваемся, меняемся. И только наша жизнестойкость, способность выживать, достигать успеха, сохранять у себя тепло и свет в любой обстановке. И чем она тяжелее, тем на самом деле требуется от нас больше силы. И это составляет какое-то счастье. Вот определенное. А дальше так будем, наверное, молиться, просить, думать, чтобы все, что происходит трагично, чтобы оно было как можно с меньшей кровью. Будем помнить Паших и будем, так сказать, стремиться делать так, чтобы на самом деле не стать рабами. Такими глобальными, в том числе, цифрового концлагеря. Но ими мы становимся сами, когда перестаем думать о смысле и так далее. Вот такой ответ на вопрос, что делать. Спасибо большое. Спасибо большое, М. Александр Иванович. Мне кажется, на этой перестивной ноте мы можем закончить. Наше встречу сегодня. Большое спасибо. Можно последнее тогда, добавляя к этому ответу. Я сказал, что, когда спрашиваю аудиторию, кто здоров, кто болен, кто пациент, и кто соответственно, выздоравливающие, вот нашу аудиторию, 80% от российской аудитории отвечает так. На вопрос, кто эгоист, ни одна другая страна мира не отвечает, как у нас. Там руку эгоиста поднимают очень немногие. Будет Узбекистан, Китай, Америка, Европа, только мы такие вот стали шустрые эгоисты. Поэтому, вот в плане эгоизма, альтруизма, на самом деле, вопрос-то главное здесь тесто. Люби ближнего, как самого себя. Я спрашиваю, какая вот в этой формуле главная мысль, главное слово. Люди говорят, люби себя, люби ближнего, люби. И никто не отвечает, очень редко, не отвечает правильно, правильно. Главное слово в этой формуле, как. Люби ближнего, как самого себя. Вот как только мы осознали вот эту суть, совершенно яснее многое воспринимается. И что касается здоровых и выздоравливающих, когда вот так поднимают люди больные, мы с радостью поднимаем руку, что мы больные. Еще больше радостью, что мы пациенты, на самом деле. Гордимся даже этим. Вот я говорю, к концу нашего курса из вас не останется никого больного, никого пациента. Мы будем только здоровые или выздоравливающие. Простая формула, но она реально тоже меняет наше отношение к самим себе и к жизни. Или здоровые, или выздоравливающие. Поэтому мы никогда не проигравшие. Для нас нет проблем. Никогда. Потому что любая проблема для нас – возможность. Любой кризис – возможность. Там, где болит, там источник роста. И тогда мы на мир смотрим и светло, и даже весело. Я желаю всем быть здоровыми и, так сказать, любить ближних, как самих себя. Мне было очень приятно. Спасибо.